Ом-Ти-Ви-Юэй про Головне. Вот такие аттестаты выдавали детям в Изюме. Данный «документ» в кавычках, конечно же, пропечатан на российском бланке. Все как положено. Дата выдачи вот этого так называемого документа – 10 августа 2022 года. Что там 24 февраля? Бормотал бункерный дед. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Лживые, подлые лицемеры. Они изюм присоединили к России не только в своих влажных мечтах. У учителей, которые выдавали такие аттестаты, на самом деле два пути. Либо бежать в Россию, либо садиться на скамью подсудимых. Вот здесь ждут, когда начнут. Когда мы ударим так, что противник окажется на пятой точке, то есть в нокауте. Мы нанесли серьезный урон энергетическому комплексу. Но не до конца, опять же. Опять же, что люди говорят? Я говорю, опять же, выигрываем по очкам. Нам бы хотелось нокаут. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. А вот так защитники Украины отправляют в космос мечты россиян об оккупации Украины. Ракеты к этим «Хаймарсам», естественно, подвезены на трамваях. И осуществляется такой определенный голод этих боеприпасов, поэтому применяются не так часто. Подвезли, выстрелили, спрятали, ждут следующую поставку. Следующую поставку организовывают в автобусах или в трамваях. В следующий раз, заходя в трамвай или автобус, убедитесь, что в нем нет «Хаймарса». Прежде всего хотел бы, чтобы никакой паники не поддавались на фоне... Надо признать того поражения, которое мы потерпели в районе Харькова, надо это признать. Надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником. Эта война может закончиться только поражением одной из сторон. Причем, надо сказать, для нас это поражение может быть действительно фатальным. Это тоже надо понимать, потому что оно может привести к процессу распада страны. Я лейтенант Подобаев Константин Юрьевич, командир 3-го завода 1-й роты, поисковое участие 69-368. Обращаюсь к комитету солдатских матерей России с просьбой о помощи. Мы, мобилизованные, с разных городов Московской области, приехали в город Серпухов, не проходя там никакую подготовку, просто находились там. Буквально по одному магазину на полигоне мы выпустили, и дальше нас отправили на Украину, в город Скадовск, в котором 10 месяцев мы просто копали, пилили, строили, таскали, занимались всякой рабочкой, вместо того, чтобы готовиться. Никакой боевой, тактической и медицинской подготовки вообще не было. После этого нас кинули на передний край обороны. Вот уже две недели мы находимся там, на задании соприкосновения с противником. Да что противно им, вот как бы это сказать. Ну ладно. Но это, ну просто это переходит всякие границы. Лично начальник разведки группировки Днепр, генерал-майор с позывным «Альтиос», приезжал к нам для того, чтобы поставить нам эту задачу. Ему объяснили, что никакой подготовки у бойцов нет, что мы не можем идти по причине неоснащенности, неподготовки. В итоге нас отправляют туда без нужной подготовки, без поддержки с воздуха, без поддержки артиллерии, без отсутствия тяжелого вооружения. Мы себя как-то уважаем или нет? Или мы будем глотать все, что нам тут сказать... Ну и что нам стены вокруг страны возвести, что ли? Я еще молчу о том, что где мы располагаемся, нет никакой логистики. Нет подвоза боеприпасов, нет подвоза медикаментов, нет подвоза питания. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. Мы несем большие потери. Уже почти 40% личного состава потеряно. Моральный дух бойцов уже ниже плинтуса. Вот здесь вот ребята стоят, это мой взвод, все, кто остались. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Прошу вашей помощи. После того, как у нас стали отбирать мобильные телефоны, для того, чтобы мы не могли выйти в сети и записать обращение, мне уже все равно. Мне уже все равно. Я готов уже идти на это. И прошу вас помощи, чтобы ваши родные, мужья, братья, сыновья вернулись домой живыми и здоровыми. Чтобы мои ребята тоже вернулись домой. Это у нас хорошо получается, похоронить ребят, которые выполняли свой долг. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу. И наносили удары в том числе и камерсами. Причем, мы наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо, понимаете, триумфа. Им поставят все. Они будут все равно поставлять. А им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и аборусы в свое время придут. Все, им дадут все. Кремлевским параноикам подкрался конец. Незаметно. Российские спецслужбы используют массированные дезинформационные компании для манипулирования общественным мнением как внутри России, так и за ее пределами. На текущем этапе наметились признаки поиска Кремлем приемлемого для него выхода из спецабосрации. Можно назвать это попыткой сохранить лицо путинскому режиму и показать его мудрость и милосердие по отношению к своему же народу. Но также вполне возможны и совсем иные трактования потуглобистов сворачивания масштабного кровопролития, загоняющего Москву в тупик всеобъемлющей безысходности. Не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно. Но кто-то же все-таки любит. Кто-то любит, и это, наверное, не меньшая часть мира. Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что не избежать? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого... Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днем, вот, упирались в нашу экономику, там, как... А сейчас у нас появилась мечта. У нас появилась... Вот на самом деле мы знаем, зачем мы живем. И это дольше, чем вот мы, да? Какой мир мы будем строить дальше? Это не материальная мечта, да? Абсолютно. Нет, нет, это не материальная мечта. Это высокая цель, которая... Как говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Совершенно верно. Ну, это так и должно быть. Мне кажется, ведь только у нашего народа могла родиться известная поговорка «На миру и смерть красна». Как это так? Смерть – это что такое? Это ужас? Нет. Оказывается, на миру и смерть красна. Что такое на миру? Это значит смерть за други свои, за свой народ, говоря современным языком, за отечество. Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Вы понимаете, вот мы когда зашли в Париж в 815 году, Берлин в 41-м, в конце 18-го века – это не случайность. Россия – самая великая страна в Европе. Громадная сила. Мы всякий раз оттуда уходили. Главный вопрос. Надо понимать, что это не устраняется одномоментно. И это придется каким-то образом переламывать. Поэтому, когда сегодня вот говорят, давайте быстрее, давайте скорее, надо понимать вот какую вещь. Даже достижение военного успеха на той или иной территории еще не является окончательным решением задачи. А где армата, где новые танки, которые мы на парадах видели? Может быть, нас действительно сознательно протаскивают по сценарию русско-японской войны? Сознательно подготавливая условия для постыдного кровавого поражения. Тем более неожиданного для большинства населения в ситуации, когда годами рассказывали о том, что наша армия всех сильней, что нас все боятся, что в Сирии мы всех одной левой. Бойда! Бейте под центром принятия решений. Задача доносификации Украины – это задача обнуления 30-летней ее последней истории, абсолютно чуждой нам и враждебной. Это у нас одна идеология. Русский мир. Поддерживаете? Да. Почему? Надоили эти хохлы. Ну, если надо, чтобы от Киева остались руины, и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. И с Киевом это будет. Задедов! Ура! Впервые разведсамолет ВВС США пролетел в Финляндии в марте 2023 года. Он проследовал вдоль границы с Россией с юга на север. Теперь же американские самолеты и электронные разведки стали появляться в финском небе буквально каждый раз перед атакой дронов Мурманской области. Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью финскому изданию «Хельсинкин Санумат» заявил, что Таллинн и Хельсинки собираются перекрыть финский пролив для России. И это уже вроде никто не скрывает. Правда, для проформы Андрус Мерило добавил, что все это произойдет лишь в случае угрозы со стороны Москвы. Ну и вот она, на ваших глазах угроза.